какая вам разница? понятно, хорошо давайте с вами проедем это не то, это вот вы будете с этим машину вы сейчас физическую силу, кажется, применяете ко мне это какая процедура вы? на багажник выложите протокол досмотра понятых видеозапис что у вас здесь такое? не взрывается это вещество? а что это такое? видеокамера, что вы делаете? вы зачем ко мне физическую силу применяете? вы ко мне физическую силу зачем применяете? это что такое? видеокамера, я вам сказал я просто хочу посмотреть я не хочу вам давать что вы делаете? еще раз говорю люди, снимайте на камеру, пожалуйста вызовите полицию полицию вызовите люди полицию вызовите отпустите меня, что вы делаете? что вы делаете? что вы делаете? вы ходите в том что вы делаете все что еще два что вы делаете? Продолжение следует... 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 А вы достаете? Можно, пожалуйста, зафиксируем мое обращение, меня сейчас везут в отдел полиции. Ну, если у вас жалоба на сотрудников полиции, можете обратиться. Да какая жалоба, преступление совершается? Какое преступление, граждане? Да ведь вы уже встали, сейчас встретим. Да, мы в отдел едем, граждане. Да, конечно. Да. Фамилия Менович Старшин. Вызывайте ответственного, пожалуйста, прямо сейчас, на Вишняки отдел. В отделе. А где вы сейчас находитесь? В отдел полиции Вишняки подъезжаем. Подъезжаете? Да, быстрее примите обращение, пожалуйста. Секундочку, отдадите. Вы камеру-то мне отдадите? Она у меня, да, я вам отдам. Просто не надо доставать вещи. Я вас попросил, а вы меня не слышите. Дежурного оперативного преднази, пожалуйста. Я как раз заявление о вас напишу. Следственный комитет, если я поеду, то же заявление напишу. Хорошо. Задачу ложных указаний, знаете, что будет? За 300... Ой, пуп, блин. За 286-ю часть третью, знаете, что будет? От 3 до 10 лет лишения свободы. Вы нам угрожаете, что ли? Нет, я вас предупреждаю, разъясняю вам. Гражданин обратился к нам публично, что и данный сотрудник приобретал билеты в кассе. Я обращение его принял, попросил у него документы. Он мне отказался показывать документы. Я вот хочу удостовериться, что этот гражданин является данным, которым предоставил данные. Сейчас по отпечаткам пальцев проверим его удостоверяющую личность. Правый большой палец. Что за процедура, дактилоскопия? Да, сверяем дальше данные. Да? Ну, дактилоскопию я без соответствующих оснований походить отказываю. Вы же к нам обратились? Я же должен засовериться, ваша участь. Вам пальцы никто не катает. А зачем это палец? Это личность вашей достоверии. Вам пальцы когда-нибудь катали? Нет. Ну вот мы просто проверим. Ну, я не собираюсь прислонять к этой штуке палец, потому что я не обязан это делать. Что еще раз? Документы есть у вас? На основании чего? Я совершил это правонарушение, да? Вы к нам обратились? Да, я принял. Я должен понять, что вы являетесь тем человеком, которым вы представились, понимаете? Ну, это полотдела вы узнаете. Я вас не знаю вообще. Я вас вообще первое не вижу. Ну, я думаю, теперь мы с вами близко познакомимся. Конечно. Достаточно. Вот так вот. Палец прислоните, и мы установим, кто вы есть, кто. Да я не буду прислонять палец, такая процедура не предусмотрена. Дайте мне бланк заявления, и все, я напишу в письменном виде. Хорошо, вам дадим бланк заявления. Вот здесь заявление? Да. Объяснение. Ручка есть? Ручки нет, ручка по вашему. Можно. Нормально, камеру у меня взрывали. Красавчик. Присаживайтесь. Угу. Я написал заявление. Просматривать его, надеюсь, будет не здесь, как они привыкли. Следственное управление, следственного комитета. Не знаю, скорую вызвайте, пожалуйста. Да ничего не случилось. Сделал замечание, то, что сотрудники в рабочее, на служебное время, на патрульном автомобиле заехали на тротуар и покупали, для того, чтобы купить билет в ЖД-кассе. Вот, в результате чего сделал им обращение, и был, собственно, задержан. Чего, отобрали камеру у меня. Вот, потом отдали, правда. Потом пытались пальчики откатать. Ну вот, причинили мне сильную физическую боль, сейчас у меня что-то давление подскочило. Плохо себя чувствую, сейчас скорую подождем. Заявление написал у меня. Ну, у меня шея просто болит, и вот рука. Ну, что-то отжимает. Через коленку руку-то, что ли, его ломали, да? Угу. Мне объяснили, что нормально это. Очень интересная вещь. Вот, что ли. А еще какие жалобы? Ну, болит под рука. Угу. Вот. А что с ними тут делали? Они у меня камеру вырывали, и, ну, раздевали мне пальцы очень сильные. Утром в газете, вечером в следственном комитете. Нет, думаю, их ожидает. Ну, так вот, друзья, у нас полицейские МВД России по району Вишники работают. Именно работают. Захотели, поехали, билетики купили. Захотели, задержали. Захотели пальчики приложить куда-то. Нормальная тема. Молодцы. Привет Ванду Максиму Михайловичу. Я надеюсь, если вы нормальный командир, нормальный начальник отдела полиции, то вы примите правильное решение касательно дальнейшего прохождения службы данных сотрудников. У нас в следственном комитете примут свое решение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...